Всем доброго утра, мои хорошие, с пасочкой вас, Христос воскрес, воистину воскрес. Я все-таки решила после йоги выйти погулять вокруг нас, вокруг парка, что находится, вокруг этой речки, да? Потому что это невозможно столько дней сидеть. Эти дни я занималась тщательно генеральной уборкой, и в движении была, но все-таки, когда пройдешься, хоть пару километров, и то хорошо. Улицы пустые, могу вам сказать, никого не вижу, как будто все вымерли. Так что я быстренько пройдусь и вернусь домой, чтобы меня никто не увидел. Я никого не замечаю, только-только по одному, по два человека где-то ходят, и все. Вот такая я рискованная, погода замечательная. Сегодня буду отдыхать, расслабляться и получать удовольствие. Может, еще днем сделаю йогу. Мне так нравится йогу делать. Ну и не знаю даже, что вам буду снимать. Мы все на диете, кушать нельзя. Вот и все, такая вот у меня интересная жизнь. Вот смотрите, сейчас бы на море пойти, на набережную. А мы сидим. Сидим-сидим беспросветно. Но я уверена, что все будет хорошо. Вчера читала комментарии, пишут мне тоже. Я даже не знаю, что сказать, но видео ни о чем. Видео я показываю, свои влоги о моей жизни. Если вам не интересно, идите на другие каналы. Кто знает, в нашем дворе тут растет. Я объелась им. Боже, столько здесь, посмотрите. О, витамины. Все натурально. Что было внизу, все поела. Вот так вот падает. Никто не кушает. Пошла женщина-собачка. В общем, я возвращаюсь. Посмотрите. Думаете, знаете, такое чувство. Вот сейчас последнюю съем. А она так и просится, съешь меня. Потому что если я ее не съем, она упадет и испортится. Ну, смотрите. Съешь меня. Мне кажется, кроме меня никто ее не ест. Завтра еще лучше поспеть. А там повыше, посмотрите, какая спелая тутовица. Ну, все, вроде бы я так наелась. Ой, витамины. Съешь меня, съешь меня, кричат они. Все, пошла я домой. Уже хватит есть. Руки все красные. Всем привет, привет. Сегодня Ашкем пошел со мной. Вот такие вот у меня успехи. Занималась йогой. Он так наблюдал, смотрел. И решил, говорит, я тоже пойду с тобой. Так что вот мы идем. И знаете, что думала, понедельник на базар. Хотела клубнику купить, там овощи. А оказывается, нету базара сегодня. Это настолько все, какой серьезный локдаун в этот раз. Так что нехорошие новости. Пошли мы заниматься спортом. Пожлик, как мне хорошо. Сижу такая расслабленная. Ничего не хочется делать. А, в принципе, второй день Пасхи можно и отдохнуть, правильно? Мы после прогулки зашли с Ашкимом. В ларек купили кое-что. Я приучилась еще днем спать. Вчера я проспала два с половиной часа. И сейчас мне так тянет ко сну. Уже мое время приходит. Но я сегодня буду готовить турецкий салат с мелким булгуром. Для этого нужно заранее залить кипятком. Ну и пойдемте со мной на кухню. Покажу, что я сделала сегодня. Что купила. Простите. Тут начала и забыла, что камера-то включенная. О чем бы я хотела с вами поговорить. И чтобы показать вам. Сначала покажу вам, что мы купили с Ашкимом. А потом продолжим беседу. И я кое-что хочу кое-кому высказаться. Купили мы лук. Купили яблоки. У меня, конечно, лавки дороже яблоки. 5 лир килограмм. Я купила чуть-чуть перец. У нас все есть. Мясо, куры. Все есть. Вот такой купила булгур. Вот сейчас я буду делать кехтелик булгур. Купила вот такое средство моющее. Антижир. Бесподобное. Я не знаю, сколько раз я хвалю его. Буду хвалить. Прекрасно вычищает, отмывает жир. Сейчас я включу машинку, потому что я так стала мало кушать, что... И мы, и Ашкель стал мало кушать. Хотя вы говорите, что он жрет, и я жру. Вы глубоко ошибаетесь. Мы мало стали кушать, и у нас собирается посудомоечная. Наверное, в течение двух суток я собираю ее. Так, для посудомоечной очень хорошее средство могу посоветовать. Могу посоветовать это средство. Финиш. Очень хорошо отмывает. Ну, а для того, чтобы все блестело, тоже надо средство соответствующее. Ну, это я потом положу. И сначала... Да, и, кстати, я смотрела очень много видео от противохолестерина. Очень хорошо. Вот такая вот капуста. Вот такая капуста. Петрушка, зелень. Ну, и так как я кафтек буду делать, то она понадобится мне. И о чем бы я хотела с вами поговорить. Вчера вечером, прочитав комментарии, да, конечно, я понимаю, что очень многие меня не любят. Не всем же дано меня любить, правильно? Я не обижаюсь кому-то. Я тоже не всех люблю. Я тоже не хочу с кем-то общаться, дружить. Но, естественно, я такой человек, что я ему не напишу об этом. Я так тихо уйду, и все. Но есть же такие, которые вот хотят-то пакостить. Вот именно, может, ну, они и называются хейтерами. Они тоже пользу приносят любому каналу. И там написали мне вчера, что от чего она устала. А другая говорит, только жрачка. Те, которые сидят по ту сторону экрана, вы попробуйте записать видео, смонтировать его. Только от этого у вас дыбом волосы встанут. А не говоря уже обо всем остальном. Я сколько раз вам говорю и повторяю еще раз. Уходите с моего канала. Но буду всех блокировать. Не хочу я этот негатив. Всех, кто напишет мне какой-то подкол, я всех буду блокировать. Уходите все. Пускай у меня будет 500 подписчиков, но моих верных и нормальных. Я за деньгами не гонюсь. Многие говорят, за деньги. Да какие деньги, господи. Дай бог, чтобы у вас была такая зарплата каждый месяц. Но это очень плохое пожелание. Но устаю я, потому что у меня жизнь другая. У меня жизнь интересная. Кто-то меня обвиняет в том, что я не знаю себе, какое место найти несчастливое. У меня свой выбор. Я счастлива по-своему. Я счастлива тем, что сейчас имею. То, что сейчас моя жизнь изменилась. То, что я поменяла мировоззрение. То, что я стала таким активным, позитивным человеком. И не реагирую на негативщиков. А вы, те, кто пишет, вы... Вот я не знаю, какие вы все злюки. Кому нужна ваша правда? Что вы там мне пишете, глаза открываете. Я какая есть, такая есть. И умру такая. У меня уже не исправить. Если вам не нравится, идите и умничайте на другие каналы. Сами создавайте. Да вы два слова не сможете, я уверена. Тот, кто пишет и не создал свой канал, значит, вы намного хуже меня. А вы еще в чем-то во мне сомневаетесь. И видите ли я у вас потеряла оценку. Думали обо мне другое. Ну, понимаете, думайте, как хотите. Я благодарна Богу и Вселенной за все, что есть. За то, что у меня есть муж. И за то, что у меня есть дети, внуки. Есть такая возможность, что я здесь работаю. Я здесь стала на ноги. Я здесь зарабатываю. И смотрю, помогаю моей семье. Кто-то вмешивается, что дочка пускай работает. И какое ваше дело. Кто-то мне там упрекает. Как же с сыном не посоветовалось, его так отрубило. Мне твое мнение не интересует. Да потому что вы не понимаете, наверное, жизни. И я как хочу, так и делаю. И не надо мне учить, как и что. У вас есть дети, и сами их воспитываете. Ваше мнение мне не интересует. Меня перевоспитывать не надо. У вас не получится. Я уже не девочка, а мне 50 лет. Какая есть, такая есть. Я буду развиваться в лучшую сторону. Но не так, как вы думаете. Мне ведь не с моей стороны, потому что я нахожусь здесь. Как мне себя вести и что мне делать. Вам по ту сторону экрана не понять. Потому что вы не знаете, в какой каше я варюсь, что я делаю. Я вам снимаю 15 минут из моей жизни. Может быть, полчаса максимум. Откуда вы знаете, что у нас происходит? Как у меня у нас отношения с мужем? Как и что происходит? Откуда вы знаете, что я сейчас, может, пойду с моим мужем, лягу и займусь там любовью? И почему я не счастливая? И какой мой муж? Он мой муж. Я сделала выбор, и все. Все. Хватит уже. Надоело. Надоело. Сейчас тот, кто будет мне каждый писать под колом, я всех отправлю в бар. Ну все. Вот это я хотела сказать. И даже читать не буду. И умничать не нужно. Откройте сами канал и попробуйте два слова связать. Я уверена, что у вас не получится ничего, потому что мозгов не хватит на то. У вас только хватает мозгов на то, чтобы делать мне замечания и указывать мне на какие-то моменты моей жизни. Как я замуж вышла, что я вышла. Если вы не знаете, если вы только прилетели на мой канал, то почитайте мои истории и мои видео посмотрите, где я все рассказываю о своей семье. А если вы хотите пообщаться, то пишите в личку друг другу. И дружите. И все. Я вот иногда смотрю на многих блогеров, вот не хочу указывать, почему они ругают сама, почему они так дизят. Потому что вы действительно можете любого довести, даже такого спокойного человека, как я. Но я не то, что хотела из этого тему раскрутить. Вы не испортите мне жизнь. Я начала йогу, я читаю аудиокниги. Я счастливая жена, меня муж любит 24 часа. Я питаюсь, что хочу. Я одеваю, что хочу, и покупаю, что хочу. Я похудела, и при этом питаюсь. Вот так вот, мои дорогие. Посмотрите, посмотрите, насколько похудела Светлана. И меня все устраивает. Так что всего вам хорошего. Будьте счастливы. До свидания. Пока-пока. Все. Высказала. И мне легче стало. А сейчас я буду готовить кюфте из булгура. Покажу вам, конечно. Сейчас мы с вами будем готовить к сыр. Не чи кюфте. Перепутала я. Что для этого нужно? Это салат из мелкого булгура, из помидор, петрушки, зеленого лука и томатной пасты и специи. И лимона, и булгура. Значит, какая пропорция? Вот смотрите, я беру вот такой большой стакан. Я не буду делать много, потому что мы не будем столько есть сразу. Правильно же? Начитай в один стакан. Можно чуть-чуть добавить. Так, один стакан и заливаем. Высыпаем в емкость. Нужно взять один стакан кипятка. Там два стакана, два кипятка. Соотношение один к одному. Заливаем кипятком. Перемешиваем. Раньше я делала вот на глаз. И получалось очень жидкое и невкусное. Ну, а сейчас посмотрим, как получится. И накрываем крышкой. И будем ждать полчаса. Прошло какое-то время. Посмотрите, булгур у меня разбог. Добавить две столовые ложки перцовой пасты. Полторы, наверное. И начинаем перемешивать. Можно уже и добавить и соль. Мы уже знаем сколько. Ну, сколько сделать. Пол ложки, наверное. И начинаем с вами перемешивать. Чуть-чуть помешаю. Я потом добавлю пряность. Именно я хочу перемешать пасту с булгуром. А сейчас искала это в интернете. Мне нужно было кое-что уточнить. И увидела чай-кофты. В принципе, можно чай-кофты. Там надо час вымешивать. Это мужчина должен уже делать. А мой мужчина отдыхает сейчас. И решила я сделать косыр. Это и узлим готовила. У нас есть это видео. Вот видите, какая рука. Поэтому лучше пользоваться перчатками. Кимьон. Пряностей чем больше, тем лучше. Кимьон. Кимьон по-турецки говорю. Господи, тмин. А это тимьян. Тоже добавляем. Черный перец. И красный. И начинаем перемешивать. А Светлана сейчас будет чихать. Сто пудов. И под конец. Вот я уже порезала. Добавим помидор, лук, чеснок. И много петрушки. Много зелёного. И зелёный лук с моего огорода. Кстати, я так классно придумала. Высыпаем наши нарезанные ингредиенты. Нажимаешь лимон. Так, всё. И продолжаем сейчас мешать. А потом добавим растительное масло. Оливковое. Я так попробовала. Чуть-чуть вкусно получилось. Ну, вот я сделала вот этот стакан. Думала, что мало. А видите, как много получилось. Пузлинчик сейчас не придёт моя. Придётся кушать самим. Можно было добавить перцовой пастой красной. Красивее, чтобы было. Но не добавлю. Так вот мешать надо. Это называется кысыр. Сейчас летом супер. Потом как кушать его? Листья салата вот так завернусь. Диета. Потому что не совсем диета. Булгор не диетическая. Но иногда можно себе позволить. И более хлеб не кушаешь. Кто не может, может с хлебом. И две столовые ложки оливкового масла. Вот так вот. И продолжаю помешивать. Ваш кысыр готовый почти. Вот и всё, друзья мои. Приятного аппетита вам. Вот и готов мой кысыр. Сейчас я покажу, как его кушать. И тарелку отнесла соседке. Берём кысыр. Берём кысыр. Вкусный получился, остренький. М-м-м-м. Смотрите. Кладу сюда лимончик. Заворачиваю. Это первое лекарство. Вот такая капуста. При холестерине. И вот это вот всё кушаю. Хлеб вообще не нужен. Классно. М-м-м-м-м. Вкусно. Летом в самый раз.